Музыка Господи Божий наш, как величество имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умалил его пред ангелами славою и честью, увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Все положил под ноги его овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величество имя Твое по всей земле! Приложен нашему вниманию, Псалом является собой восхищение и торжественное размышление святого царя и псалмопевца Давида о славе и величии Божьем, о чем и мы должны задумываться возвышенно и благоговейно. Он начинается и заканчивается одним и тем же признанием исключительных превосходств имени Бога. Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле! Святитель Назлатуус, рассуждая о величии имени Божьей, отмечает, Этим именем разрушена смерть, связаны бесы, отверстие неба, открыты двери рая, неспослан дух, рабы сделались свободными, враги сынами, чужие наследниками, люди ангелами. Небо приняло естество земное, и земля приняла сидящего на херувимах среди воинств ангельских, отнято средостение, разрушена ограда, соединено, разеленное, рассеян мрак, воссел свет, поглощена смерть. Продолжая восхваление имени Божьей, Давид восклицает, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих». Этими словами воудухновенный автор показывает, что вся тварь без исключения, даже та, что нам кажется неразумной или недостаточно разумной, как, например, грудные младенцы, также по-своему славит Творца. Мы помним, что именно эти слова спустя около тысячи лет напомнит рестаковинным иудеям Господь наш Иисус Христос день своего творжественного входа в Иерусалим, чем покажет, что не замечать откровенно божественных дел может только тот, кто осознанно противится Богу. Кроме всего прочего, данные слова перекликаются со словами святого апостола Павла из его первого послания к Коринфянам, где первоверховный апостол пишет о том, что Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего незначащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Таким образом, святой царь Давид как бы предвозвещает то, что будет в далеком будущем, что христианство победит мир без всякой внешней помощи, а своей внутренней силой. Цель Бога заключается в том, чтобы спасти мир, а для этого прежде всего стоит смирить человеческую горлость, которая мешает человеку, осознать свою немощь и обратиться за помощью к Богу. Несколько далее следуют еще одни слова, которые также используются в Новом Завете, в частности, в послании святого апостола Павла к евреям. Давид, обращаясь к Богу, спрашивает у него, «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» И вслед за вопросом святой псалмопевец рассуждает о человеческом достоинстве следующим образом. «Немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Эти слова всегда вызывали в среде богословов спор о том, кто же все-таки выше в иерархии тварных существ, ангелы или человек. По мнению одного известного отечественного богослова, архимандрита Киприана Керна, ангельский мир превосходит человеческий своей духовностью, тем фактором, который делает ангелов наиболее близкими и родственными Богу. Но в то же время было бы ошибкой полагать, что ангелы во всем и навсегда предназначены быть выше человека. Так святитель Григорий Палама, повторяя мысль преподобного Максима Исповедника, неоднократно говорит о том, что человек, исходя из его призвания, во многом превосходнее ангелов. Рассуждая о превосходстве человека, святитель одним из таких пунктов указывает возможность богопричастности человеческой природы в отличие от природы ангельской. Наличие физического тела никоим образом не наносит ущерба человеческому естеству в целом, как об этом думали, например, те же дуалисты или последователи Платона и неоплатоники. Напротив, материальное тело восполняет человеческую природу, сообщает ей некоторую законченность. Именно в такой законченности видит превосходство человека над ангелами, упомянутый нами святитель Григорий Палама. Кроме того, если даже ангелы и превосходят человека по подобию Божию, то по образу Божию человеческая душа выше ангелов. Еще одним преимуществом человека пред ангелами по мысли святителя Григория Палама является назначение человека, его особое господственное положение в иерархии мироздания. Указанное господственное положение человека по мысли святых отцов также связано с телесностью, ведь человеческая природа, человеческая плоть от века предназначена для вочеловечения Слова Божия, который ради спасения человека благоволил стать именно Сыном Человеческим, Бога-человеком, а не Бога-ангелом. Поэтому и в сатирогическом аспекте мы можем говорить исключительно об обожжении человека, но не ангела, ведь вследствие боговоплощения и через таинство Евхаристии человек получает возможность входить в более тесное по сравнению с ангельским единство с Богом. Кроме того, ангелы не обладают той величайшей способностью, которой обладает человек, опять-таки, как образ Божий, творческим даром, роднящим человека с его Творцом. Однако, если человеческая природа в силу ее предназначения настолько возвышена, что в таком случае означает ее умоление, о котором говорит царь и пророк Давид? И с чем связано такое умоление? Отвечая на поставленный вопрос, святитель Иоанн Златус рассуждает, если и прежде человек был ничто, то тем более он таков после столь многих и великих грехов, когда пришел Христос. Таким образом, он показывает, что пришествие Христово было делом не только пощады, но и великого человеколюбия. Подлинно Бог, как превосходный врач, оставив здоровых, пришел к нам больным, ничтожным. И несколько далее тот же учитель церкви продолжает, что есть человек? Иначе сказать, он ничто, существо, ничего не значащее. Видя такое промышление, такое попечение и такие распоряжения, какие сделал Бог для спасения человеческого рода, Давид крайне удивляется и изумляется, почему он удостоил человека такого промышления. Представ, что для него все видимое, для него все распоряжения, от Адама до пришествия Христова, для него рай, заповеди, казни, чудеса, наказания и благодеяния, во времена закона для него и сам Сын Божий сделался человеком. А что сказать о благах будущих, которыми он будет наслаждаться? Представляя все это, пророк и говорит, что такое человек, что он удостоен таких благ. Действительно, кто представит себе, сколько для человека сделано и делается, и сколько получит он впоследствии времени, тот исполнится великого изумления и ясно увидит, как печется Бог об этом творении. Помня об этой безграничной и беспричинной любви Господа, направленной к нам, грешным и недостойным творением Божьим, будем стараться в ответ любить Бога, насколько это является для нас возможным. Ведь только в том случае, если мы искренне возлюбим Господа, Он обязательно откликнется на нашу любовь и сделает нас участниками своей блаженной и вечной жизни, за что Ему слава и поклонение во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова